Всем привет! С вами снова Атланти3.5.7.0 И сегодня мы с вами продолжим собирать танк Тигр. Поставим несколько деталюшек. Конкретно вот такие вот боковые. 4 штопы. И это у нас будут этапы сборки с вами, ребята. 80-й и 82-й. Так вот оно выглядит. Вот так вот оно будет стоять. Давайте приступим. Покрасил я это просто кисточкой. Конечно, довольно грубовато, в отличие от такой вот покраски. То, что баллончиками разорим, где все как стеклашко практически гладкое. Ну, я так подумал, все равно будет это все замазываться, запачкаться, как я говорил. Чего париться с этими баллончиками. Все равно это потом все закрашивать. Плюс здесь такие вот деталюшки, которые их не будет в основном видно, потому что на них будет много обвесов. А там, где будет пространство, там тоже все подмажется для вида то, что типа как будто станки грязные и тому подобное. Так что это не критично. Абсолютно. Это те детали, которые не на самом видном месте будут. Так, дальше нам надо с вами приклеить деталюшки. Давайте приступим. все это сейчас склеится между собой. Потом их надо будет прикрутить. У нас они будут становиться вот таким вот образом. Здесь есть специальные пазы. Так. Ну вот, ребята, мы с вами поставили. Ну, продолжим, ребята, давайте будем устанавливать, скрепить. Нанесем сначала клей. Мы на них три места, чтобы приклеить нашу деталюшку. Чтобы это все хорошенько прижмем. Чтобы она встала на свои места в пазы. И после этого мы начнем с вами прикручивать вот такими вот болтиками. отвертки. Ну, это же было магнитный. Чё, вы теряете все магнитные свойства, да? Или металл-то сам не столь магнитный, просто намагничен отвертки. Так, мы приступим. Под углом немного отвертки, что мне это не очень нравится. Ну, пока что закручивается. И это хорошо. Опа. Следующий. Давай, вот на... Попал. Этот уже хуже закручивается предыдущего. Так, еще один. Показываю все на живую, поскольку многие писали, что им нравится, когда все показывается на живую. Пишет, что время немного тратится вашего, имеется ввиду. Но его в любом случае и так, и так, оно идет одинаково. Для вас смотреть лишних несколько минут. Может быть, зачистить от того, как пойдет. пока что довольно неплохо идет. Так, надо затянуть немного. Вот так вот у нас получилось. Конечно, видно разницу между аэрозольной покраской и покраской. Кисточка была грубая, честно признаюсь. так что я очень сильно не парился. Над этим смотрится довольно неплохо. Стилистика такая наоборот. Так, давайте примерим по месту, как вставляется ли в пазы. Так, здесь вошло, вошло, вошло. Здесь тоже сошло. Отлично. Пазы нормально. Значит, сейчас начинаем клеить. Наклеиваем. Так, установим капельку еще. И начинаем управлять свои места. Тоже стать меньше стало. Там, похоже, больше краски попало в этих. Я хоть их потом прочищал каждую. Повторная просверливал. Сам здесь покажу же лучше прочистил. Ну, давай, ну, крепись ты на отвертку. Наконец-то. Так. Сейчас еще сложнее, поскольку это поднимает. Походится, вообще, под углом здесь надо какая-нибудь отвертка. Либо покороче, чтобы она в самой ванне находилась, любого длиннее, чтобы выходила за пределы. Так. Давай, 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 давай. Следующий. Следующий, следующий, следующий. На очереди. Еще один. Наконец-то мы сможем с вами установить те внутренние части, которые мы уже собрали с вами. Двигатель, там, подобное. Он тут вообще не хочет крутиться. Неудобно. он не хочет, он как-то потом над другой отверткой у меня есть коротенькая, маленькая, с битами. Надо будет ей попробовать. Значит, нам мешать не будет, так что теперь сделаю. устанавливаюсь, так, выравниваем. Выравнилась, называется. Угу. Остало, пошло дело. Угу. Угу. Конечно, хреново, что здесь нигде не нарезана резьба. Из-за этого, конечно, довольно проблематично, особенно под такими углами. Так, в основном опара рукотая, вахтая. Такая же хрень, хрена не закручивается. Нет, в холостой уже даже гнездо начало насчёсывать. С этой стороны что-то хреновое гнезда. Так. И последний винтик. Да блин, так вообще уже не держат эти винты. все конечно, еще и сложнее из-за того, шел бы поднялся из-за вот этой крышки. Хотя, я скажу, вот это закручивается как по маслу вообще идеально. Все затянулось. Вот эти две нормальные, это вообще никак. Вот это средний винтик. и не получился. Ну вот все, ребят, у нас такая вот конструкция получилась. Так. Здесь у нас смусор какой-то от краски похоже. вот так вот. Теперь у нас уже будет смотреться лучше. Теперь у нас видите, как здесь ложить импорта. Танчик наш потихоньку растет. Опять же, журналов уже вышло дофига. Как я говорю, красить мне некогда их. Если бы это было как вот недавний Танк 334, который уже покрашенный, было бы намного конечно легче. Уже давно каждый журнал бы собирал, показывал бы. Ну, с этим конечно надо. Либо собирать его из серого пластика, как он изначально, но это будет вообще-то лупо выглядеть. Либо его хотя бы так вот красить кисточкой кови и какерски. Ну, это тоже будет мне лучше выглядеть. А вот краска лучше аэрозоля. Конечно, это требует времени. Силы и тому подобное. Ну, даже не столько сил, сколько. Это не так сложно сходить купить краску и тому подобное. времени конечно у меня нету. Попробуем сниматься в основном. Ну, ладно. Все равно, как говорится, прорвемся. Все равно мы его соберем. По крайней мере, внешнюю часть внутренности. Конечно, я каждый журнал покупаю еще ни один не пропустил. Ну, все-таки помедленнее собирается, потому что там все-таки деталек много мелких. Надо все это раскрашивать. даже эти модельные краски сейчас нифига не найдешь. Там тоже звезды РВЛ, допустим, для покраски в балницких магазинах их сейчас хрен найдешь в основном, потому что в некоторых спрашивают кто контракт с ним порвал, кто что. Одни говорят, что даже звезда цены завалила на 40% подняла, они перестали у них закупать. Так что вот так придется скоро гуашью красить или акварелью. Ну ладно, целлюрика какая-то. Вот так вот у нас получилось. На этом, ребята, все. С этими двумя журналами чуть попозже сейчас подготовлю сниму еще. Думаю, может быть один-два журналов. Сейчас надо подготовиться к этому. Хорошо, вот так вот. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Всегда подписывайтесь, комментируйте, ставьте подсветы. Всем счастливого пока и до встречи. субтитры,